О перспективах развития промышленности республики говорили на заседании правительства региона. Его провел премьер-министр Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Также на встрече обсудили ход исполнения республиканского бюджета и развития дагестанского образования. Детали в нашем сюжете. Текущая ситуация в стране и в мире обязывает работать в нестандартных условиях, подчеркнул Абдул-Муслим Абдул-Муслимов, открывая заседание. И опыт такой работы у нас есть. Все благодаря эффективному взаимодействию власти и бизнеса, оперативному принятию решений по стимулированию производства. В минувшем году за счет средств республиканского бюджета оказана поддержка 29 предприятиям на сумму 277 миллионов рублей, что позволило создать 505 новых рабочих мест. Запустили три новых завода по производству сухих строительных смесей, медицинского кислорода, а также шаров для изготовления стекловолокна. Обеспечили полную загрузку мощностей плавно промышленным сектором консерна «Кемс». За последние годы республике удалось активизировать деятельность промышленных предприятий в интересах СВО. Это производство обмундирования и экипировки для военнослужащих. Приоритете также импортозамещение. Здесь преуспел Кизлярский электронно-аппаратный завод по производству лифтов. На заводе «Кемс» готовы изготавливать дроны, серийно производить самолеты и вертолеты. Премьер поручил рассмотреть возможность промышленного производства дагестанских ковров. В республике налажено производство стройматериалов, однако показатели их надо увеличить. Одним из перспективных направлений является изготовление бумажно-картонной тары и упаковки. Но в промышленном секторе, отметил Низам Халилов, есть и проблемы. Есть четыре причины развития промышленности, которые сдерживают. Выделю из них четыре. Это износ производственных фондов предприятий. Уровень износа основного фонда в машинстанте предприятий составляет 30-40%, что негативно сказывается на производительности труда и на себестоимости продукции. На предприятиях необходимо модернизации и технически переложить производственные мощности. Нехватка профессиональных кадров, необходимых компетенций. Вопрос контрактации и кассового освоения бюджетных средств в прошлом году обсуждался практически на каждом заседании правительства, отметил премьер. И благодаря этому ситуацию удалось выправить. Однако сроки по контрактам и освоению бюджетных средств не соблюдаются. Председатель правительства призвал осваивать средства целиком и своевременно заключать контракты. Общий объем уточненных расходов республиканского бюджета на 2023 год объявлен в сумме 193,7 миллиарда рублей. Должен отметить, и об этом указывалось на предыдущих совещаниях правительства, что перечисление средств осуществлялось в первых числах месяца. По состоянию на 1 марта поддельные объемы финансирования доведены в сумме 28,9 миллиарда, что составило 14,9% от годового назначения. В сфере образования у нас остаются проблемы, отметил Абдул Муслимов. Мы отстаем по результатам ЕГЭ и ОГЭ. Не до конца оснащены школы. А в некоторых муниципалитетах до сих пор не ликвидирована трехсменка. Есть долги по зарплате учителям. Пришлось порядка 170 миллионов рублей выплатить за счет резервного фонда. Но не так все плохо. В текущем году на 1,7 миллиардов рублей увеличат фонд оплаты труда педагогическим работникам. Улучшат также и материально-техническую базу. О мерах поддержки учителей доложил Ехия Бучаев. Правительство поощрит победителей школьных олимпиад и конкурсов. Приоритеты и выпускники, которые по результатам ЕГЭ получили 100 баллов. А вот необъективные показатели успеваемости будут пресекаться. По итогам выпускных проверочных работ определяется образовательная организация с необъективными результатами. В 2022 году количество образовательных организаций республики, причисленных к необъективному, составляет 245. Данный показатель, коллеги, из года в год изменяется. На учете в психоневрологическом диспансере Дагестана находится порядка 76 тысяч человек. И что тревожит. 24 тысячи из них – дети. Причины расстройств у несовершеннолетних разные. Помимо генетических – это употребление психотропных веществ и неспособность справляться с нагрузкой. Все это приводит к печальным последствиям. Только за прошлый год в республике совершено 25 самоубийств. Для исправления ситуации нам нужны специалисты в этой сфере. К сожалению, их не готовят в республике. Однако Татьяна Беляева предложила выход из сложившейся ситуации. Министерство здравоохранения, понимая, что это нехватка специалистов идет в целом по Российской Федерации, разработана и утверждена программа профессиональной переподготовки врачей по специальности психиатрии и психотерапии. По обучающейся специальности, которым будут пройти врачи-кардиологи, гастроэнтерологи, терапевты, эндопринологи, врачи общей практики. Татьяна Беляева также рассказала о плачевном состоянии Буйнакской психиатрической больницы. Для исправления ситуации туда отправлен курирующий здравоохранения, вице-премьер.